Доброе время суток, друзья! Продолжаем говорить об оптимизации. В этот раз мы рассмотрим два рядовых случая. Первый – Displacement. Знаете вы или нет, но Displacement не режет карту на листе. А это значит, что вся геометрия и 3D-модели позади него будут рендериться и занимать лишние ресурсы. Согласитесь, это не то, что нам нужно. Можно попробовать поставить хинт размером с дисп, но это ничего не даст. Так как хинты могут работать только исключительно с обычной геометрией. Никакие фанкбраши, фанкволы и диспы не подойдут. И что делать? Тут у нас остается не так много вариантов. Первый вариант – это Aeroportal, но он будет работать только в закрытой геометрии. То есть, если внутри диспа будет еще и стена, покрытая текстурой NoDra. Согласитесь, это идиотизм и подойдет только в том случае, когда дисп реально выше игрока и тот не увидит эту бездонную пропасть. Второй вариант более демократичен. Это окклюдер и триггер, который будет включать и выключать его. Окклюдеры скрывают в себе и позади себя все модели и такую геометрию, как фанквол или фанкбраш. Когда игрок вне триггера, все будет скрыто. Пока игрок внутри, модели и энтити будут видны. Ну, с диспами все. Давайте-ка вспомним наши старые добрые хенты и порталы. На карте есть две комнаты и коридор между ними. Посмотрим, как будет рендериться все без хентов и порталов. Находясь в комнате, мы видим рендер всего коридора, но вторая комната скрыта. Но, как только наша нога появляется в коридоре, то рендерится и вся вторая комната вместе с моделями и геометрией. При этом рендер имеется и позади нас в первой комнате. Итого, идет нагрузка в два направления. А нам это надо? Чтобы снять нагрузку хоть немного, размещаем хенты. И делать это нужно с умом, под углом. Чтобы рендерилось все лишь тогда, когда мы уже начинаем выглядывать из-за угла. Тут проще почувствовать на практике, чем понять на словах. Карту-пример я вам оставлю. Итого, что мы имеем? Из-за хентов мы создали несколько лишних листьев, но идеально отрезали видимость между комнатами. Так что делайте упор не на количество, а на качество. А теперь важная штука. Ушки на бакушке. В зависимости от того, с чего больше в вашей комнате, геометрии или 3D моделей, зависит выбор хенты ставить или аэропортал. Смотрите в чем суть. Портал ставим в том же месте. Когда мы затрагиваем триггер, то автоматически рендерится геометрия. А модели появляются только тогда, когда игрок уже в прямой видимости. И не все за раз, а по очереди. Что значительно снижает вероятность фризов при подгрузке зоны на большой карте. Ну а тут недостаток в том, что геометрия остается на месте, пока мы не вернемся в комнату. Поэтому подходите с умом при выборе хента или портала. Вы хоть что-нибудь-то поняли? Удачи, томодачи!